Недавно я вышла замуж и столкнулась с новыми проблемами семейного характера. Значит, спим мы как-то с мужем. И я что-то как-то так задумалась и написала такой маленький стишок. «Сплетение рук, сплетение ног, обнять и ждать, когда же купим мы широкую кровать». И еще пара стишков, тоже, ну, как-то бытовуха, да, вот Витя Кузьменко сегодня сказала, тема бытовуха. Значит, мой супруг регулярно, уходя из дома, что-нибудь забывает. Значит, или телефон, или ключи, каждый раз комбинации новые. Вот, но я вот помню в детстве, да, там, уходя из дома, выключить газ, там, свет, эти вот записки, Думаю, ну, это как-то банально, надо это все в какие-нибудь стишки, что ли, вот, облачить. И я, значит, на двери повесила ему такую записку. «Если ты собрался выйти, но еще не вышел вдруг, Посмотри в свои карманы, не забыл ли ты чего? Взял ли ты ключи с собою от квартир и гаражей? Не забыл ли ты на кухне, на зарядке телефон? Захвати с собой билеты, если вздумал улетать, Паспорта, рубли, валюту, счетку, пасту и носки. И, конечно, непременно не забудь в дорогу взять Мудрость, голову и сердце, и не позабудь меня». Вот, ну и потом, значит, я думаю, ну, наконец-то я что-то написала спустя столько лет. Тут же выставила это в Фейсбук, тут же, значит, куча комментариев, И одна женщина мне написала, ну, это практически вредные советы. Я подумала, точно надо из этого сделать вредный совет. Значит, благо у нас две двери в доме входные. И я, значит, ну, вот на первой висела то, что сейчас прочитала, А на второй я повесила следующий вариант. «Если ты собрался выйти, но еще чего-то ждешь, Не тяни, иди скорее в неизвестность за порог. Не забудь оставить дома шапку, голову, ключи, телефон, билеты, брюки И с правами кошелек. Там они не пригодятся, как бы ни старался ты. Вход везде у нас свободный и бесплатный, чтоб ты знал. На дверях замки спилили, аж при Ленине еще. А при ВВП, ты помнишь, все остались без штанов. Климат на Урале тоже вмиг глобально потеплел, И теперь за руль садятся все, кто хочет, и без прав. Так что ты давай, не парься, и шуруй без барахла. На легкие типы жизни все же приятнее, согласись? Спасибо, и мы встретимся с вами через...